МГИМО Нашей целью является и конкретное решение по разработке и внедрению изменений на нескольких уровнях. Безусловно, это школа, образовательный комплекс, который мы с вами создали, и система образования в целом нашего округа. Глава муниципалитета Андрей Иванов дает старт новой образовательной программе, которая будет реализована совместно с университетом МГИМО. У вуза большой опыт по взаимодействию среднего и высшего образования. По итогам прошлого года пять учебных заведений округа вошли в сотню лучших школ Подмосковья. Рост качества образования очевиден. За последние годы сформировалась своя экосистема. Я сразу скажу, что не концентрироваться на ней, не пытаться навязать какие-то вещи, которые мы считаем правильными для собственной экосистемы, мы не будем пытаться. Да, вот действительно, экосистема училась на самом деле в Верчаковского лицея, который образовался здесь, в Янцовском кампусе. В каждом образовательном комплексе планируют создать команды развития. В них войдут руководители учреждений, школьники, учителя, родители. По словам заместителя главы администрации, члены групп смогут представить свои разработки в разных номинациях. Лучший проект получит наименование «Школа будущего». Конкурсная часть у нас начнется в июле, и поэтому до июля месяца, как раз до этого времени, вы получите уже более подробную информацию о критериях, о процедурах отбора и вообще положение о конкурсе и участии в проекте. Глава муниципалитета подчеркнул, что реализация проектов будет полностью доверена самим образовательным комплексам. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.